Уважаемые друзья, здравствуйте! Мы подготовили очередное интервью с руководителем секции Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», которая пройдет в онлайн-формате 10-12 декабря 2020 года. До конференции остается месяц, и сегодня я рада поговорить об очередной секции. Научная секция «Образование для устойчивого развития детей младшего возраста». У нас в гостях Наталья Александровна Рыжова, профессор Московского городского педагогического университета, лауреат премии правительства Российской Федерации за вклад в образование. Наталья Александровна, здравствуйте! Добрый день! Наталья Александровна проведет секцию по устойчивому развитию. Мне очень хочется спросить, Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, устойчивое развитие в интересах детей младшего возраста. Что такое устойчивое развитие? Развитие планеты, развитие образования. Мне очень хочется сделать эту секцию максимально полезной для наших участников. Приоткройте завесу тайны. Расскажите о содержании мероприятий. Ну, я думаю, что устойчивое развитие, оно относится ко всем сферам нашей жизни и каждому человеку, и каждому, кстати, детскому саду. Все мы с вами являемся потребителями. Вот как мы просыпаемся утром, так мы начинаем потреблять. И в течение своей жизни мы потребляем очень много ресурсов, энергии. Без этого жизнь невозможна. Но в окружающей среде эти ресурсы конечны. То есть они, в конце концов, могут просто исчезнуть. И вот идея устойчивого развития очень проста. Хотя на первый взгляд кажется, что это сложное такое словосочетание, но идея проста. То есть мы должны с вами сейчас жить так, чтобы и нам хватало этих ресурсов, и будущим поколениям тоже мы оставили что-то в наследство. Это качество нашей жизни и качество нашей окружающей среды. Мы пока это не осознаем. И для того, чтобы мы это осознавали, очень важно объяснять и взрослым, и детям идею устойчивого развития. Это важно для всех стран. И, кстати, детский сад тоже является потребителем ресурсов, тоже является загрязнителем, скажем так, окружающей среды, как и любой человек. И поэтому вопросы устойчивого развития, они актуальны для детского сада в самых разных проспектах. Это интересно. Но сейчас вот в условиях пандемии, мне кажется, стало еще больше разговоров о необходимости разумного потребления, потому что все люди закрыты домом. И, как вы говорите, активно потребляем, расходуем ресурсы, конечные ресурсы планеты. Расскажите, вот в науке давно ли вы этим занимаетесь и как давно в России знают об устойчивом развитии и исследуют его? Ну, во-первых, вы правы, в последние годы именно произошли изменения в общественном сознании. Сейчас очень много общественных организаций, которые занимаются вот этими проблемами. Это очень здорово. И много молодежных организаций, и многие детские сады в это тоже вовлечены. Я хочу подчеркнуть, что уже многие годы в нашей стране издается ряд документов, официальных документов на государственном уровне, как раз в которых говорится о том, что наша страна привержена идеям устойчивого развития и об образовании для устойчивого развития. Это, конечно, очень важная поддержка. Что касается дошкольного образования, я занимаюсь этим направлением в нашей стране с конца 90-х годов. И у нас есть программы, в частности, программа «Мир открытий», это комплексная программа, и программа «Карциальная наш дом природы», в которой как раз отражены идеи образования для устойчивого развития. И в нашей стране очень много интересных находок, очень много интересных проектов, результатов в этой области. Я вот неоднократно говорила об этом на международных конференциях, это вызывает большой интерес. То есть опыт в области образования для устойчивого развития у наших детских садов очень и очень большой, и очень интересный. Я помню, как на одной из конференций я лично присутствовала на вашем выступлении, где вы сказали фразу, казалось бы, такую простую, но как можно об этом не думать? Вы говорили, что бесполезно практически, ну, по крайней мере, малоэффективно учить детей за книгами экологии, рассказывать им о разумном потреблении, когда они сидят в школе, за партой, а им говорят о том, что нельзя бросать мусор в лесу, что ребенка нужно с рождения обучать, разумно расходовать ресурсы природы именно тогда, когда он демонстрирует максимальный интерес к этой природе, когда он очень много гуляет, когда он в детском саду учится взаимодействовать с другими людьми и с той же самой природой. Это очень эффективно в младшем возрасте. Да, да, конечно, вот вся эта работа, она должна быть выстроена на основе деятельности ребенка и поддержки ее инициативы. И как раз вот на секции мы тоже будем об этом говорить очень много, как поддержать детскую инициативу, как организовать проект по образованию для устойчивого развития, как привлечь семью, чтобы всем членам семьи хотелось тоже поучаствовать в реализации деустойчивого развития, что может детский сад, как стать детскому саду зеленым детским садом, об этом тоже будет интересный доклад. Мы будем говорить о том, как научить детей ресурсосбережению и энергосбережению, и при этом использовать информационно-компьютерные технологии. И будет вот мой тоже большой доклад, вообще, что может детский сад сделать, какой вклад детского сада в устойчивое развитие. Ну, понятно, что невозможно все это реализовать без подготовки педагогов, поэтому и этому вопросу тоже будет уделяться большое внимание. И, да, я хочу обратить ваше внимание, что секция называется в этом году немножко по-другому. Эта секция традиционна у нас, она уже несколько лет существует в рамках конференции, но в этом году мы ее назвали именно образование для устойчивого развития. Поэтому мы будем рассматривать не только экологические проблемы, но и социальные, включая культуру, и экономические, и их взаимосвязь. Очень интересно. Уважаемые друзья, я думаю, что это будет замечательная секция. Мы всех вас приглашаем к участию в секции по образованию в целях устойчивого развития. Приходите, участвуйте, слушайте, и вам обеспечен поток интересных идей и возможностей для вашего детского сада, которые так нужны сейчас в это непростое время. Научная секция, о которой мы говорили, пройдет с 3 до 5 часов 12 декабря. Мы всех вас приглашаем к регистрации на конференцию. У вас осталось буквально несколько дней для того, чтобы подать тезисы и стать докладчиком или опубликовать тезисы в сборник. До встречи на мероприятии. Наталья Александровна, большое вам спасибо. Я с нетерпением жду вашей секции. Давайте обсуждать все проблемы вместе. Спасибо. Всего доброго, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok